В один день фасады домов и зданий Благовещенска оказались украшены десятками граффити. Это была не спонтанная акция, а всероссийский фестиваль «Мосты», который впервые прошел в Башкирии при поддержке компании «Сибур». До этого большой фестиваль уличного искусства проходил только в Нижневартовске. «Мосты» — это хантырское слово коренных народов Югры. Означает слово «нужный», и вот все вокруг этого слова и крутится, что нужна культура, нужно искусство. Благовещенск, он сам по себе яркий. Здесь интересная и историческая застройка, и новые здания. Оно, конечно, есть на что посмотреть. До этого тоже здесь рисовали другие ребята, как бы краски есть, но мы внесли современное искусство актуальное, разнообразное. Поэтому, видишь, краска течет. Вот, видишь, сейчас уже не течет. Сейчас молодец. Ко дню города в Благовещенске появилось семь больших муралов, которые создавались коллективами из Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Сургута и Уфы. У каждой работы свой стиль, но единая тема. Тематика этого года — этноэкология. Это глубокий термин, в котором мы видим взаимодействие художника с городской средой. Каждая работа индивидуальная, со своими смыслами, это все равно уличное искусство. Это искусство, которое для каждого свое, это как в небо смотреть, каждый свое что-то увидеть. Для многих художников профессиональных городская среда — это такая тонкость, с которой нужно заходить со знаниями. Да, это где-то должен рисунок кричать, где-то он должен гармонично вписываться в городскую среду. Ну, для села есть как бы своя задача. Одной из самых заметных работ фестиваля «Мосты» стал Кубыс, который украсил стену местного кинотеатра. Все так сложилось, что у нас и музыкант выступал, Минди Гафур, из Уфы очень, там, виртуоз музыки. Круто играет вообще, мы, конечно, рады это все услышать, народная музыка. А он играет на Кубызе, народном инструменте. Александр Сажин из Югры приехал в Благовещенск и нарисовал Кубыз тоже. Вот он играет на этом инструменте, вот так сложилось, что они встретились. Здесь произошел такой обмен опытом межрегиональный. Многие уличные художники, которые работали на фестивале «Мосты», уже зарекомендовали себя. У праздника другая задача – познакомить горожан со стрит-артом и найти тех, кому интересны граффити, и помочь им сделать несколько первых шагов. Мы большой акцент делаем на молодежь, передаем им знания, чтобы они повышали свой навык, скил, общались с профессионалами. В принципе, тут вписали в стенки, с нами рисовал локальный художник, молодой. И мы его сейчас подсветим на всю Россию, как бы увидят. Юное одарование, юный талант. Я думаю, что это ему тоже его подстегнет на то, чтобы развиваться, повышать свои скиллы, в дальнейшем выходить на всероссийские фестивали и показывать, что он из своего города, и раздает стилька. Так вот, получается, сейчас можно сделать, ну, после того, как мы зальем всю форму, можно сделать фончик, и он будет такой, типа, объект в пространстве. Попробуй. У нас небольшой мастер-класс по разновидности граффити. Вообще граффити – это шрифты, но здесь мы просто показываем приемы. Ученики – это студенты колледжа, технического колледжа. Когда даже вот они взяли, начали, получается, работать, сразу видно то, что умеют рисовать. Фестиваль «Мосты» – один из подарков компании «Сибур» Благовещенску. Первый его этап уже завершен. Второй начнется в августе с еще нескольких ярких муралов. У каждой большой работы появится своя табличка с названием и ссылкой на беседу с автором, которая поможет погрузиться в мысли человека, который работал над картиной. Егор Полторыхин, Артур Бигнов, Виталий Федотов и Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.